уже после того как я записал данный видос я обнаружил что меня небольшим донатом поддержал и срофил а также большой донат на пропуск закинул мурат хан поэтому без отдельной благодарности я конечно не могу обойтись респект вам ребятки за поддержку но если вы хотите услышать уже свое имя перед началом следующего видео или стрима то просто подбодрите канал по ссылке в описании как говорится и мне приятно и вам внимание привет любителям игры асфальт 9 29 марта двадцать третьего года миру был показан новый свирепый бык из семейства ламборгини а уже на следующий день 30 марта у нас выходит юбилейное 30 обновление в котором это только только представленный автомобиль сразу же появляется в девятке честно говоря сколько я уже играю но до сели ничего такого не припомню чтобы как говорится как только в реале так сразу и в игре и в данном обзоре я протестирую этот абсолютный связочок в максимально золотой прокачки выскажу свое мнение относительно него и дам окончательный ответ на вопрос буду ли я вливаться в авто или нет но для начала я считаю уместным сказать несколько слов об автомобиле в реальном мире ревуэль то именно такое имя получил преемник aventador а впервые увидевшего свет еще в далеком 2011 году более того эта модель откроет новую страницу всей марки так как впервые автомобиль ламборгини получит гибридную силовую установку 6 с половиной литровый движок в 12 будет дополнен тремя электро двигателями общей мощностью с целую тысячу лошадиных сил разгон до сотни составит две с половиной секунды а максимальная скорость заявлено более 350 километров в час но в игре ревуэль то как я уже отмечал появился на следующий день после официального релиза в отдельном особом событии о своих личных итогах которого я тоже расскажу по ходу этого видоса визуально авто сохраняет некую преемственность например вай образный дизайн передних пар перекочевал из более ранних моделей таких как терца миллениум или сиан по раскраскам нам доступно несколько вариантов но я пожалуй оставлю оригинальный оранжевый также присутствуют три декали посвященные 60-летию бренда и теперь о макс статах авто как мы видим ревуэль то пришел в игру не просто отбивать номер а сходу получил самый высокий ранг в б классе 4375 максимальная скорость является средней по классу и с учетом нитра составляет 376 километров в час заметно выше хуракана но и заметно ниже того же мака f1 lm авто славится весьма годным ускорением даже круче хурика и просадки скорости также не очень сильные а вот не трак как видите совсем слабоват не дотягивая и до 55 для макс прокачки автомобиль требует 245 чертежей количество на каждую звезду сейчас перед вами а также 12 эпиков ну а теперь давайте на практике посмотрим как эта тачка чувствует себя против других интересных соперниках переходим к сетевому тест-драйву ну и тут реально интересная тема так нам запустили довольно любопытный сетевой сезон в котором мы сможем прокатиться на абсолютно всех автомобилях ламборгини представленных в игре протестировать их в максимально золотой прокачки говорится выбирай любой и катай на нем но я конечно же буду в этом видосе тестировать именно ламбу рэвуэль то вот можно будет посмотреть как она будет конкурировать с тем же самым хураканом или с автомобилем других классов там например пунтаж терция сиан там ст 18 ст 20 ну короче как видите довольно будут годные интересные соперники так что давайте берем нашу ламбу рэвуэль то и поехали катать на ней ой интересная такая первая катка попадается смотрите три сиана и четыре кунтажа ну народ конечно в этой сетке может просто от души накататься на всех этих редких автомобилях ну в том числе от виде кунтаж очень популярен как я вижу среди игроков но и там кто не знает магазине запустили целую россыпь и мультипаков в том числе есть мультипак которому присутствует и кунтаж и сиан в одном мультипаке там еще и терза ну и другие тоже там короче на любой выбор кто хочет подкачать свои автомобили ламборгини но у меня уже кунтаж прокачан так на все звезды ну что ж тут попалась шотландия довольно таки прямая трасса но вот в плане именно формата этой сетки может быть не самый лучший выбор потому что ну лично мне было бы интереснее протестировать рэвуэль то в классическом сезоне тут поставили призрачный слепстрим вот видите на довольно таки прямом треке я по максималке сразу тут сливаясь и у кунтажа скорость выше у него 388 и у сиана там вообще 393 но у сиана гибридная максималка то есть она найдя на нитро чуть больше чем на остальных видов нитро и из-за того что вот видите максималки не хватает этой тачки она ну не может в призрачном слепстриме нормально конкурировать против тех же хороших автомобилей а класса или с класса ну вы сами видели что происходит вроде бы как я в начале гонки да вот вырывать по ускорению да у меня ускорение есть преимущество но опять же за счет слепстрима меня сперники нагоняют и в итоге обгоняют и я их не могу уже тупо в чисто физически и обогнать потому что у меня скорость ниже ну давайте посмотрим какая будет следующая трасса может быть попадется более извилистая и тогда револьта что-то сможет показать так он здесь уже более интересное разнообразие кроме пункта 60 на из четверца ванена с 18 в общем давайте посмотрим и трасса в этот раз сан-франциско но тут тоже такая трасса она из-за разряда ну типа а шансы какие-то могут быть но вот этот вот финальный отрезок трассы он же довольно прямой ориентирован на максималку и опять таки ну если там у меня будет большой отрыв к тому моменту да тогда может быть я могу претендовать на какое-то хорошее место по итогу а так если будет идти борьба всю гонку то вот этот самый терза у него же вообще очень высокое преимущество по скорости чем у меня мне тоже сможет обогнать конце но давайте посмотрим что будет в реале это я покажу так ванг вангую возможные перспективы этой гонки ответе тоже по ускорению я конечно вырываюсь ну для призрачного слип стрима это не главный показатель вот для классики было бы интереснее но уже как бы какой сезон далее так умеет и сервер в любом случае я считаю что этот сетевой тест-драйв он более интересен чем если вы поставили сеть просто на ревуэль тогда против других ревуэль то катать и тут ну слип стрим так слип стрим но в любом случае против других автомобилей вот видите я пол трассы продержался можно сказать на первом месте да и ну и что дальше вот уже меня начинает обгонять терза но тут я еще может быть как-то смогу это вырываться но от второго и вот вот начинается этот прямой отрезок ну и все степень не хватается за мою за мою струю как бы немножко странно это не звучало и вот да вот этот терза тоже уже появился подлетел у меня прям этот мой свирепый бык прям на дыбы встал но все равно это не помогло мне занять хотя бы место в тройке так что я финишировал только четвертым ну вот вам уже как бы более такая не совсем прямая трасса видите и все равно все равно ревуэль то здесь сливается против других автомобилей а вы думаете в б-классе будет другая ситуация то есть я считаю что если это призрачный слепстрим против автомобилей б-класса тот же maclaren f1 lm будет точно так же по ходу движения отыгрывать отставание которое будет из-за ускорения тут все-таки большая разница в ускорении но макс способен это все дело отыграть так следующая катка осака промышленная революция 3 терза есть мостиклан попадается на sc20 ну и давайте глянем что он сможет тут сделать ну это тоже такая вот в классике трасса было бы интересно для теста а вот слепстриме тут я не знаю даже какая трасса должна быть чтобы я сказал что автомобили ну вот с такими характеристиками мог бы прям тащить я не дрифтовал на старте ну смысл особо не вижу все равно все догонят и уже вот вот уже даже на этом моменте ведь я уже плетусь практически хвосте пилотона ну блин ни хрена не вижу конечно надо иметь очень хорошее зрение чтобы понимать что куда вообще ехать потому что куча соперников чтобы не вдолбиться в эти колонны хотя бы ну вот так вот проеду и ведь я уже на последнем месте но опять же вот теперь смотрим по управляемости вот управляемость реально неплохая у этого автомобиля ведь и за счет просадок скорости именно я сейчас отыграл с последнего места на второе но типа дрифт вот я продрифтился я не могу сказать что дрифт он очень резкий дрифт в этой тачке довольно таки обычный средний дрифт он ничем особо не выдающимся тут помогли именно небольшие просадки в скорости но и вот прямо учатся в конце гонки и опять же видите опять же все таки все обгнали но тут и очень очень близкий был финиш там давайте посмотрим по временам но тут очень прям близко и вообще практически в три десятых секунды шесть человек вклинилось ну это как бы призрачный слепстрим дело такое так ну что народ ну пока что вот как-то так себя показывает револьта в этом формате ну а теперь мне надо откатить тачку чтобы еще три катки проехать может быть они будут поинтереснее но а пока автомобиль будет заправляться я расскажу вам что у меня там получилось по особому событию этой тачки данная акция в первую очередь конечно заполнится своим халявным ключом вот такой знать весьма неожиданный подгончик от геймофтов это весьма приятно ну и давайте зайдем посмотрим что мне здесь получилось и так как видите я прошел можно сказать две трети этого ивента и набрал 293 условия это мой итог ну а если говорить про сам автомобиль револьта давайте вам покажу сколько я смог собрать чертежей на него и так как вы видите у меня на револь то 23 чертежа из 26 то есть так по сути у меня не получилось бы его поднять на две звезды но так как у меня есть шальные карты однозвездочные б класса то я могу в принципе с их помощью поднять уже эту тачку на две звезды что я прямо при вас сейчас буду делать так как в этом есть реально полезный смысл и так давайте я поменяю три шальные карты и повышу автомобиль ламборгини револьта на две звезды повышаем ну а в чем собственно польза этого повышения я вам сейчас вот покажу и чтобы это показать мне надо будет вернуться в самое начало события именно в третий этап и здесь как видите благодаря тому что я повысил револьта на две звезды я могу пройти вот этот вот этап и забрать еще два эпика на ламборгини остерен и получить ну я побоюсь этого слова реально без пафоса уникальную возможность добить в конце концов спустя четыре с половиной года этот остерен до золота там дается два эпика ну и вот как видите мне ровно двух эпиков до золота не хватает просто эти эпики на остерен очень трудно было получить вообще их нигде не давали поэтому остерен столько лет стоял не в золоте так что это я тоже обязательно сделаю еще одна золотая тачка добавится у меня в гараж ну и как видите из-за того что я набрал 293 условия мне конечно же открылись паки в магазине на эту тачку вот видите все эти мульти паки на ламб ну еще вот представлены собственно паки на сам револьта ну а буду ли я их покупать или нет на этот вопрос я отвечу уже во второй части сетевого тест-драйва данного автомобиля так что возвращаемся в сетку ну вот как то так народ 293 условия набрал кстати говоря можем помериться так скажем одним местом в комментариях вот прямо сейчас на паузу поставьте видосы напишите в коментах сколько вы набрали условий особого события ламборгини револьта но вот только честно напишите это сейчас все начнут писать все условия выполнили давайте по чесноку вот кто сколько выполнил тот столько и напишет какой у вас прогресс в этом событии а в этот раз мне выпадается сан-франциско тоже есть разнообразные соперники сц-20 сианы терза вижу тоже присутствует он даже вот интересно так раскрашенный кунтаж конечно говоря но вот вы знаете формат призрачного слепстрима он немножко нивелирует главный недостаток ламборгини револьта учет меня тут немножко фризанула но это из-за записи видео так обычно не лагает ну и главный минус этой тачки заключается в том что нитрового автомобиля ну мягко говоря вообще не блещет но вот как раз за того что мы играем этот сезон призрачном слепстриме то это не так уж сильно ощущаться то есть ты ловишь струю своих соперников и из-за этого ты не чувствуешь что нитрока не хватает но когда катал на этой тачке в той же самой спецакции то там уже конечно это больше ощущалось хотя я не могу сказать что прям катастрофический недостаток но все равно по сравнению с основными конкурентами вот в этом показателе револьта конкретно проигрывает особенность там с тем же куриком даже сравнить да вот там просто намного больше нетрока ну вот не догоняем а ведь как я всю гонку не пытался их догнать так и не получилось видите четвертая только позиция вот видите из-за того что я вот как раз вот про это говорю что там максималки не совсем много нитрока недостаточно дрифтом обычный вот из-за этого краски я сейчас отвечу на тот вопрос о котором я говорил в этом видосе собираюсь ли я вливаться вот как раз за того что я это перечислил я решил все-таки не тратиться на этот автомобиль ну нету данной тачки какой-то знать такой киллер фичи за которую можно было бы прямо так вот зацепиться и бежать и сливать все жетоны того не хватает сегодня хватает ну шо это рассказ о флагмане класса что ли я не понимаю это флагман ну по рангу конечно да это флагманский автомобиль но по своим статам ну как-то не особо впечатляет вот ну что у этой тачки есть ну вот ускорение дала неплохое вот прямо и хочется так продолжить предложение то ускорение есть и и и что-то еще хотелось бы сказать но как-то даже сказать нечего потому что кроме такого то ускорение особо не за что реально зацепиться да и как бы знаете если говорить про то же самое ускорение она не уж супер-пупер мега флагманского уровня это все таки знаете но не 90 же это ускорение чтобы можно было прям восхищаться таким показателем ой у меня села батарейка считаю что этот автомобиль особо ну как по мне не красен он для того чтобы вливать него в горы жетонов даже несмотря на то что он по рангу топовый автомобиль б-класса ну хотя бы в окленде у меня тут получилось на втором месте приехать давайте посмотрим ну вот так вот эгоиста кстати меня обогнала видали ну вот у эгоисты кстати тоже довольно таки хорошее ускорение не стоит про это забывать вот поэтому я решил в ревуэльто не вливаться но ты вообще что ему сказать кому в принципе можно в этот автомобиль лица давайте вот просто подумаем ради чего стоит тратить жетоны на ревуэльто ну во-первых конечно наверное если кто-то очень сильно хочет получить просто тонны эпиков на разные автомобили из особого события этой тачки то может быть ради этого можно как-то вложиться но надо укладываться на все 6 звезд чтобы получать эпики в том числе на самые топовые автомобили ну далее давайте порассуждаем насчет тач драйва ну я хотя они не тачер но смотрел сравнение на ю тубе и там как-то знаете вот huracan и ревуэльто плюс-минус в одно время доезжают и вот не сказать что ускорение ревуэльто прям намного выше чем у хурика и из-за недостатка нитро я считаю что все равно как-то не знаю huracan будет все равно кто догонять выталкивать мешать и не знаю опять же я бы не сказал что топовый вариант для ручного управления ну для чего там ну для классической серии это ну не знаю бы я все равно считаю что скорее макуарных 1лм будет более интересным вариантом ну это как по мне это лично мои субъективные ощущения мне как-то когда катал на f1 золоте тоже были с драйв я прям запомнил эту тачку насколько она круто рулится но это было чисто мое мнение о данном автомобиле поэтому я бы прям уж так сильно не облизывал бы этот ревуэльто но окончательное решение в любом случае остается за вами если хотите можете тратиться и как бы не вправе вас там останавливать и так далее ну и кстати можете за одну написать вы действительно открыли тачку там на все звезды ну народ спасибо всем кто досмотрел это видео до конца надеюсь она вам понравилась подписывайтесь еще не подписаны а также можете поддержать мой канал по ссылочке в описании всем буду благодарен удачи вам на трассах асфальта всем пока удачи вам